Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден 3 октября Седьмой день боя Продолжается и слышна редкая, ленивая стрельба из орудий. Сегодня ночью ждали вагоны со снарядами. Новостей никаких. Приезжают из отрядов и передают частичные эпизоды войны. Приехал из 3-го сибирского корпуса генерала Иванова с левого нашего фланга поручик 3-го железнодорожного батальона Эрвальд и сообщил новости как об отряде генерала Иванова, так и о нашем молодом сослуживце-инженере Вейнберге. Отряд генерала Иванова 29 сентября перешел реку Тайдзи через два моста, выстроенные под руководством Вейнберга. Но так как японцы предприняли обходное движение, то пришлось отступить и возвратиться 2-го октября на прежние позиции у Фушуна. Вейнберг больше всего, впрочем, удовлетворен не мостами, а тем, что ему удалось увезти раненых из какой-то брошенной деревни. На днях он сам приедет и расскажет вам и об этом, и о других эпизодах из жизни отряда за эти два дня. Обходное движение. Значит, японцев было больше? По-моему, значительно больше. Откуда же? Говорят, что две дивизии, которые мы считали под порт Артуром, здесь. Говорят, что их дивизии чуть не по 20 тысяч, а запасные бригады по 12 тысяч. Вот и считайте, 12 дивизий, да 12 бригад, а может быть и по 13. Ну, убыль, если мы пополняем, если у нас до 500 человек в день прибывает солдат на убыль, то и они, у которых по дальности доставки день равняется нашему месяцу, тоже, вероятно, пополняются своевременно. Как здоровье в войсках? Нервная система очень расшатана. Много сумасшедших. И даже между японцами наблюдались. Во время осады одной скалистой сопки, где засели японцы, корпус Иванова осыпал ее шрапнелью три дня. И многие японцы на наших глазах бросались, скручь и разбивались. Одного такого наши подобрали. Говорит, что не мог больше выносить этого напряжения. Отряд возвратился на прежние позиции. Как считают? Надолго? Считают, что пришли зимовать. Идут приготовления к зиме? Пока мест нет. Сегодня по поводу телеграммы к государю поздравляют заведующего интендантством генерала Губера. Заслуга его действительно большая. Помимо того, что и сам он простой, умный и честный человек, но он сумел организовать дело так, что за 300 лет в первый раз можно говорить об интендантах как о честных людях. Он сам так объясняет причины. Сам один я ничего не смог бы, конечно, сделать. Очень помогли интендантские курсы, куда выбирают лучших из офицеров. Затем я хорошо сам знаком с интендантским персоналом и мог подобрать соответственный штат. Провели партию хунхузов, которые стреляли в командующего, когда он переезжал вброд реку. Ведут еще партию, которая стреляла в наш штаб. День кончается по-хорошему. Собираются наступать. Пришло известие, что шестой корпус имел сегодня очень удачное дело. Взяли пять деревень и, кажется, даже несколько пушек. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Собираются наступать. Продолжение следует... Собираются наступать.